Всем привет! Меня зовут Стасия Иванова и вы находитесь на канале Бисероплетение. В сегодняшнем мастер-классе мы будем делать вот такой милый тортик. Приступим к мастер-классу. Для того, чтобы сделать тортик, нам понадобится 6 цветов. Розовый, белый, сиреневый, золотой и темно-розовый. Темно-розовый верхушки, видите, да? Вы можете заменить на красный и на любой другой цвет. И, в принципе, и сиреневый тоже, и розовый, как начинку, вы можете тоже поменять. Выбирайте те цвета, которые вам больше всего нравятся и приступаем к мастер-классу. Берем проволоку длиной 60 см с сечением 0,3 мм. Набираем на проволоку 5 ярко-розовых бусин. Плетение начинаем сверху. Переводим весь ряд на середину проволоки. Вот так. И делаем петлю. И перекручиваем 2 раза. Это у нас первый пик тортика. Теперь на каждую из проволочек слева и справа мы набираем по 2 сиреневые бусины. И вот мы набрали и отправляем все к плетению. Вот так. И теперь на любую из проволочек набираем 5 сиреневых бусин. Набрали. И теперь я покажу вам технику параллельного плетения. Смотрите, на одной проволочке у нас с вами есть 5 сиреневых бусин. На второй проволоке у нас бусин нет. Концом второй проволоки проходим насквозь все 5 сиреневых бусин. Вот таким образом. И затягиваем плетение. И продолжаем плести крем. Итак, берем проволоку с любой стороны и набираем на нее 2 сиреневые бусины. Отправляем бусины к плетению. Вот таким образом. И теперь на эту же проволочку набираем 5 ярко-розовых бусин. Набрали. И отправляем также к плетению этот ряд. Должно получиться вот так. И теперь смотрите внимательно. Нам необходимо сделать еще один пик крема. Для этого мы делаем петельку. Вот так. Смотрите. И 2 бусин у нас остаются. Мы их не скручиваем и не переплетаем. А вот эти 5 нам нужно скрутить вместе. Аккуратно. Аккуратно поворачиваем. 2 раза. Вот так. И вот мы сделали второй пик крема. И теперь с другой стороны делаем то же самое. Набираем на эту проволочку 2 сиреневые бусины. Набрали и отправляем к плетению. Далее на эту же проволочку набираем 5 ярко-розовых бусин. Отправляем их к плетению. Смотрите. С этой стороны нужно плести так же плотно, как и здесь. 2 сиреневые бусины должны быть близко. Это крем. И теперь делаем петельку из розовых бусин. Вот так. 2 бусинки у нас плотненько. И перекручиваем. 1, 2. И должно получиться вот так. И вот наши 3 пика крема готовы. Теперь на обе проволочки, слева и справа, мы набираем по 2 сиреневые бусины. Набрали и отправляем все к плетению. И теперь мы набираем третий ряд. Он состоит из 1 сиреневой, 5 золотых, 3 сиреневых, 5 золотых и 1 сиреневой. Вот так выглядит третий ряд. И теперь я покажу вам снова технику параллельного плетения. Смотрите. На одной проволоке у нас с вами бусины. На другой проволоке ничего нет. И концом второй проволоки мы проходим сквозь весь третий ряд. Вот так. И концы проволоки затягиваем. После того, как вы все плотно затянете, должно получиться вот так. И теперь набираем четвертый ряд. Он состоит из 6 золотых, 1 сиреневой и 8 золотых. Вот такой красивый ряд мы набрали. И теперь его переплетаем и затягиваем. Вот так должно получиться. И теперь набираем пятый ряд. Он состоит из 15 розовых жемчужных бусин. Переплетаем и затягиваем. Смотрите, как классно у нас с вами получается. Все ряды затягивайте плотно посередине, для того, чтобы плетение у нас было ровным. Набираем шестой ряд. Он состоит из 15 золотых бусин. Переплетаем ряд и затягиваем. Какие вы у меня молодцы. Я надеюсь, что у вас все получается. И теперь мы будем плести с вами тарелку. Для этого с левой и с правой стороны мы набираем по 3 белые бусины. Вот так набрали на каждую из проволочек по 3 белых бусины. И отправляем это все к плетению. Выглядит это вот так. И набираем последний седьмой ряд. Он состоит из 22 белых бусин. И вот вы молодцы, все набрали. И теперь переплетаем этот ряд и затягиваем его к тортику. Для того, чтобы закончить плетение, я покажу вам один удобный вариант сейчас. Я понимаю, что через шестой ряд предыдущий сложно будет протянуть проволоку. И поэтому выбираю для вас более легкое решение. Возьмите конец проволоки и протяните его через 3 белые бусинки. Вот так. И протяните проволочку насквозь. Вот так вот. Создайте петлю. С другой стороны сделайте то же самое. Возьмите конец проволоки и протяните также через 3 белые бусинки. Наберитесь терпения, у вас все получится. Подзатянули все. И вот так должно получиться. Смотрите, чтобы все было плотно. И берете конец проволоки и протягиваете его между 5 и 6 рядом. Затягивайте. Четвертым и пятым рядом. Вот так. Смотрите, чтобы петли были ровными и затягивайте крепко. И между 3 и 4. Вот так. И затягивайте. Лишнюю проволоку отрежьте ножницами. Смотрите, с другой стороны у нас та же история. Мы между 5 и 6 рядом проводим проволоку. Вот так. И затягиваем. И плотненько, не жалеем. Главное не порвите проволоку. И между 4 и 5 рядом тоже самое делаем. И затягиваем. И между 3 и 4 рядом делаем то же самое. И лишнюю проволоку отрезаем ножницами. И вот такой тортик у нас с вами получился. Я надеюсь, что у вас тоже все получилось. Если вам что-то было непонятно в этом видео, напишите, пожалуйста, в комментарии, что конкретно было непонятно, чтобы я в следующий раз более подробно объяснила или упростила методику. Если тебе понравилось видео, поставь, пожалуйста, лайк. Подписывайся на канал. И не забудь нажать на колокольчик, для того, чтобы получать уведомления о новых видео. С вами была Стасия Иванова. Творческих успехов вам и вдохновения. Всем пока!